Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США оказались на пороге мощного нефтяного кризиса. Специализированный портал Oil Price опубликовал крайне негативный прогноз относительно развития нефтяной промышленности США. Аналитики Oil Price сообщили о вероятном сокращении добычи нефти на территории США. На рынке американского сланца прямо сейчас происходят тектонические сдвиги. Период сланцевого бума ввиду стабилизации цен на нефть и резко подорожавших процентных ставок в американских банках закончился. Рентабельность нефтяного бизнеса в 2023 году в сравнении с 2022 рухнула в 4 раза. Крупнейшие нефтяные компании США, такие как ExxonMobil и Chevron, за последний год скупили более мелкие компании, которые разрабатывали месторождения с себестоимостью добычи нефти не выше 30 долларов за баррель на общую сумму в 125 млрд долларов. Для нефтяной отрасли США это является плохим предзнаменованием. Резко возникший интерес к покупке мелких компаний вызван желанием крупных компаний компенсировать потери от эксплуатации огромного количества убыточных скважин с высокой себестоимостью добычи. Нефтяной рынок США готовится к обвальному состоянию вот по какой причине. Американский Минфин недавно сообщил, что нефтепродукты стали вторым экспортным товаром с точки зрения полученного дохода. На продаже американского бензина и дизеля в третьи страны американские компании заработали 83 млрд долларов. Однако в сравнении с 2022 годом экспорт американских нефтепродуктов обвалился на 19% и далеко не в последнюю очередь из-за антироссийских санкций. Крупнейший импортер американских нефтепродуктов Бразилия в 2023 году резко увеличила импорт российского дизеля и стала отказываться от его американского аналога. Осенью 2023 года внезапно почти треть американских НПЗ приостановила работу со ссылкой на перевод их на плановый ремонт. В действительности американские НПЗ сократили производственную активность ввиду падения спроса в мире на американский бензин и дизель. Помимо Бразилии от американских нефтепродуктов сейчас активно отказываются Мексика и Колумбия. В ближайшее время положение американских НПЗ заметно ухудшится ввиду того, что администрация Байдена была вынуждена восстановить запрет на экспорт в США венесуэльской нефти в ответ на намерение президента Венесуэлы Николаса Мадуро силой выдавить американскую корпорацию ExxonMobil Шельфа и Секиба, который планирует взять в оборот венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA. В итоге для американской нефтяной отрасли рисуется мрачная картина. С одной стороны, антироссийские санкции привели к падению спроса в мире на американские нефтепродукты, а с другой стороны, американские НПЗ лишаются доступного сырья для переработки нефти. Все это вкупе с банковским кризисом делает американскую нефтяную отрасль инвестиционно непривлекательной. Продолжение следует... Продолжение следует...